Сегодня вы увидите номер, в котором Анна постарается мысленно определить и назвать любой предмет, или если у кого-то окажется с собой, любой документ, что угодно. А вас, Анна, прошу, будьте внимательны и сосредоточьтесь. Я буду стараться. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. А для того, чтобы у меня все получилось, мне необходимо ваше внимание и ваше сопереживание. Спасибо. Анна, что у меня в руке? Внимательно. Сейчас, минутку. Я думаю, у вас в руке сейчас линза. Вы абсолютно верны. Думаете, так оно и есть. Но я уверен, что это не самый сложный вопрос, и уж тем более не последний, который я вам сегодня задаю. Пожалуйста, любой ваш предмет. Я думаю, это какая-то... Это табличка. А с каким номером сможете отгадать? Номер 3. Да, действительно, вы правы. Конечно. Можно, а даже нужно. Пожалуйста, сейчас что мне передали? Думайте, Анна, и назовите, если сможете отгадать. Вам передали сейчас в руки булавку. Вы слышите, что говорят? Как так быстро? Надо медленнее. Пожалуйста, если любой ваш предмет. Определите сейчас, что мне передали. На этот раз вам передали в руки ювелирное изделие. Это перстень. Совершенно верно. Да, я хочу напомнить, что кроме любых предметов, я попрошу Анну назвать также любой документ. Для того, чтобы несколько усложнить, но я думаю, будет интереснее. Визитные карточки, кредитные, все принимается. Да, сумма вклада не разглашается, не переживайте. А пока, когда эти назовите, а не сейчас, что у меня в руке. Боюсь ошибиться, по-моему, это... А вы не бойтесь. Это галстук. Совершенно верно. А какого цвета? Этот галстук черного цвета. Да, конечно. Вы абсолютно правы. Точно. Сейчас что у меня в руках? Сейчас у вас в руках сигареты. Нет, в руках у меня, прошу вас. Думайте только правильно. Подождите. Как можно точнее, внимательно. Сможете назвать? Сейчас. Это румяна, правильно? Совершенно верно, да. Теперь вы правы абсолютно. Ну а сейчас что мне передали? Скорее, Аня. Вам передали. На этот раз. В руки. Ключ. Правильно. А что за ключ? Я думаю, это ключ от машины. Вы не ошиблись. А какой марки автомобиль? Скорее говорите. Автомобиль марки Шкода. Могу подтвердить, насколько я разбираюсь в автомобиле. Ну а вот сейчас мне как раз передали документ. Как вы думаете, какой? Я думаю, это документ удостоверения. Совершенно верно. Правильно. А на чё имя? Это удостоверение принадлежит господину. Имя господина Михаил. Абсолютно точно. Сейчас спокойно думайте, прошу. Мы ждём вас. Сможете вы назвать фамилию? Можете не спешить? Отгадайте. Фамилия господина Скурчаев. Всё правильно. Абсолютно верно. Правильно. Скажите, Аня, а сейчас что у меня в руке? Как можно точнее? Это фляга. Да. Аня, знаете, я попрошу вас пройдите, пожалуйста, в ту часть зала. Я из этой попытаюсь вам по крайней мере несколько вопросов задать. Пожалуйста, любые ваши предметы или, может быть, документы. Нет? Напрасно я не туда отправил, да? Пожалуйста, не стесняйтесь. Тем более здесь все свои, так я понимаю. Пока следующий вопрос готовится. Отгадайте, Анна, сейчас что у меня в руке? Аня, с папой? Пока. У вас в руке. Вилка. Определите, прошу вас, Анна, сейчас что вы мне передали? Угадали? Это приглашение. Да, действительно. Верно. А вот ещё я вижу. Сейчас что вы мне передали? Скорее, прошу вас. Сейчас у вас в руках кредитная карточка. А какая, отгадайте, Анна? Визыка. Верно ответили. А на чье имя? На имя дамы. Имя дамы Татьяна. Верно, да? Ну и, пожалуйста, фамилию. Татьяна Борисова. Назовите сейчас что у меня в руке. Фотоаппарат. Сейчас спокойно, можете не спешить. Внимательно. Какой? Фотоаппарат фирмы Ганн. И вот ещё один документ. Это какой документ? Сейчас вам передали в руки паспорт. Да, действительно верно. А сможете вы назвать на чье имя? Внимательно, подумайте. Это паспорт на имя господина. Имя господина Андрея. Андрей. И отчество назовите Аня. Андрей Алексеевич. Сейчас можете не спешить. Угадайте год рождения. Андрей Алексеевич родился в 1964 году. Холост, жена? Жена. Имя жены говорите? Жену зовут Ольгой. Все верно. Абсолютно правильно, да. Да, пожалуйста. Вот девушка просит подойти. Я уверен, вы не будете возражать. Сейчас что у меня в руках? Только точно. У вас в руках сигареты. Нет, вы не узнали. Не спешите, прошу вас. Время достаточно. Хорошо, хорошо. Здесь сигареты будут. Зеркаль, да? Правильно, да? Действительно, верно. А сейчас что у меня в руке? Скорее, Аня. И опять ключ. И опять, правильно. А какой это ключ? И опять от машины. Совершенно верно. Пожалуйста, если еще что-то есть, да? Сейчас, Аня, несколько мгновений. Я следующий вопрос. Если у вас что-то есть, пожалуйста. Ищет мне передали документ. Как вы думаете, какой? Я думаю, это документ удостоверения. Да, правильно. Имя и отчество господина. Удостоверение принадлежит Михаилу Михайловичу. Вы не ошиблись. Верно назвали. И прошло с тамилией, говорите, если отгадали. Михаил Михайлович Шаров. А где Михаил Михайлович работает? Михаил Михайлович работает в милиции. Аня, а в каком звании? В звании лейтенанта. Ну вот и мы у милиции документы проверили. Так, тем не менее, это пока еще не завершающий вопрос. Сейчас, что мне передали? Я думаю, вам передали сейчас в руки деньги. Подумайте, какие, сколько, назовите, Аня. Я думаю, это доллары. Это 100-долларовая банкнота. Верно, Аня. Ну что ж, а следующий вопрос действительно сложный. И тем не менее, нам будет интересно. Подумайте, Анна. Ну что ж, номер этой банкноты. Уже угадали? 74 миллиона 0 0 7 тысяч 590 7. Абсолютно точно, Анна. Правильно. И вот это был завершающий к вам вопрос. Спасибо за внимание. С вами была Анна Дельварс, обладатель золотой медали, национальное достояние. Анна Дельварс. Спасибо. Дорогие друзья, прошу, максимально громкий аплодисмент, действительно уникальное мастерство. И нет людей в мире, которые владеют им в таком же совершенстве, как Анна и Виталия. Таша, а для секундочку наше пожелание молодоженам, дорогие Сергея и Кристина. Когда вы проживете столько лет вместе, сколько прожили мы с Виталием, я надеюсь, вы сможете понимать друг друга так же, как понимаем мы. Спасибо большое.